На улицах наших городов и поселков, в вагонах столичного метро, в пригородных электричках и в поездах дальнего следования, на страницах газет и журналов с телеэкранов и по радио проповедуются ныне бесчисленные ереси Востока и Запада. Где угодно можно встретить ясновидящих, прорицателей, магов-целителей, которые губят навеки души миллионов людей. Дошло даже до того, что начали открывать храмы, посвященные сатане, в которых последователи дьявола, сатанисты, совершают свое поклонение нечистой силе, используя для этого черные свечи и вознося славословие дьяволу и хулу на Господа Бога. А лжеучителя не брезгуют никакими приемами и средствами, чтобы посеять свои душепагубные плевелы. Например, весной 1991 года по всей стране распространилась такая нелепость, что якобы священнослужители в храмах объявили, что поскольку в этот год Пасха Христова совпала с Благовещением при Святой Богородице, то на праздник Святой Пасхи нельзя красить яйца, печь куличи и освящать их в храме. Нельзя до обеда выходить из дома, иначе постигнет несчастье. И часть верующих людей была встревожена этим, обращалась в храмы за соответствующими разъяснениями. А разве не дело рук каких-то лжеучителей, злоумышленников, появления на свет обнаруживаемого то в одних, то в других почтовых ящиках так называемого «святого письма», в котором рассказывается, как мальчик видел Бога, по сути, оно лишено смысла. И его содержание примерно такое. Мальчик увидел Бога, и Бог ему сказал, напиши это письмо и распространи столько-то раз. И кто получил его, пусть тоже распространит столько-то раз, иначе будет наказан. А о том, что сказал Бог, ни слова. Нередко верующие спрашивают, что делать с таким письмом, если оно вдруг бывает обнаружено в почтовом ящике, неизвестно кем брошенное. Ответ простой – сжечь или порвать. Письмо это распространяется не по велению Божию. Свои повеления Господь написал людям в Священном Писании. И не надо бояться, что Бог накажет того, кто столько-то раз не размножил эту писанину. Письмо по сути своей бессмысленно. И своей несуразностью оно призвано подвергать религию насмешкам со стороны неверующих. Распространяется эта писанина по внушению дьявола. Тот, кто размножает святое письмо, оказывает услугу сатане и за это понесет наказание от Господа. Продолжая речь о современных лжеучениях, давайте посмотрим на прилавки книжных магазинов сегодня. Какой только пошлости там не содержится. И самое потрясающее, что вы увидите, это издающиеся тиражами в сотни тысяч экземпляров такие им подобные книги. «Черная магия», «Как околдовать мужчину», «Современная древняя целительная магия», «Как стать экстрасенсом», «Гороскопы», «Популярная хиромантия», «Лекции по астрологии» и так далее. Счет подобным книгам идет на сотни. Что же получается? Наши книжные издательства и книжная торговля оказались заложниками сатанинских замыслов по превращению миллионов людей в чародеев. Что же нас ожидает в будущем, если на каждом шагу будут орудовать исчадия ада, колдуны? Надо серьезно задуматься всему обществу над этим и самым решительным образом порвать бесовщиной и демонизмом. Иначе беспросветный духовный мрак воцарится вокруг, и это приведет человечество к непредсказуемой трагедии. Словно эпидемия зловещей бездуховности обрушилась на современного человека. Увлечение всевозможными суевериями, поверьями, приметами, заговорами, заклинаниями, которые с переизбытком сегодня публикуются на страницах ряда журналов и газет. Язычество в самых диких формах стало привлекательным для наших современников. Фантастическая литература насыщена темой контактов человека с дьяволом и адом. Христианину все это должно быть чуждо. Не следует читать газету «Голос Вселенной», которая, кощунствуя над Всевышним, объявляет себя печатным органом высшего разума мироздания. На страницах этого издания пишется, что оно освещает с христианской точки зрения различные аномальные явления, а на самом деле она излагает множество такого, что служит вечной погибели души. Недопустимо верующим проявлять интерес к постоянно рекламируемой в этой газете библиотеке мистики и ужаса «Галактика» и библиотеке приключений и фантастики «Мегагалактика». В газете «Голос Вселенной» были опубликованы якобы документальные записки воскресшего под заголовком «полтора года в аду». Это тоже фальсификация, и она может ввести человека в заблуждение. Газета «Голос Вселенной» предлагает своим читателям книги с такими завлекающими названиями «Сокрушение дьявола», «Изверги в преисподней», «Меч Вседержителя», «Ангел Возмездия», «Вторжение из ада» и ряд других. Кто из верующих будет читать эту литературу, тот пойдет по пути, ведущему прямо к дьяволу, в ад. Ныне есть немало лжепророков, вещающих о будущем по внушению дьявола. Эти пророки издают свои пророчества весьма солидными тиражами. Люди, которые доверяют Священному Писанию, не станут внимать тому, что исходит от лукавого духа. Предостерегая верующих от множества лжеучителей нашего времени, следует сказать хотя бы несколько слов о Елене Блаватской, жившей в прошлом веке и являющейся основательницей международного теософского общества. Кому попадались фотографии этой женщины, тот согласится, что уже по ее глазам особенно видно, что она колдунья. Блаватская написала много работ по теософии, одному из направлений современного оккультизма. Эти работы получили широкое распространение и вызывают немалый интерес к себе в нашей стране. Об этой оккультистке даже снят фильм «Кто вы, мадам Блаватская». Говоря коротко, книга Блаватская – это один из источников приобщения человека к демонам. Как, впрочем, и все учение возродившегося недавно в России теософского общества, занимающегося тайными знаниями о потустороннем мире. Не менее пагубным для души учением, чем теософия, является также агни-йога, или, по-другому, живая этика. Эти откровения услышала из потустороннего мира, разумеется, от сатаны, в 20-е годы нашего столетия Елена Рерих, супруга известного русского художника Николая Рериха, которую называют «матерью агни-йоги». Учение живой этики изложено в 14 томах. Единомышленником и соратником Елены Рерих был ее муж Николай Рерих, который тоже оставил немало своих произведений на подобные темы. Они не должны попадать в поле зрения христианина. В настоящее время злые духи и многие лжепророки наводняют мир всевозможными лжепророчествами и лжеучениями. Зная это, надо основывать свое мировоззрение только на священных книгах и не доверять никаким новым пророкам. В частности, таким рассказом, что где-то на дороге к какому-то водителю таинственный пассажир открыл то-то и то-то, также не доверять тому, что ваш родственник, друг или сами вы видели во сне. Ничем иным, как лжеучением, является так называемый сон Богородицы, который отдельные верующие ошибочно признают за христианскую истину. В нынешнее лукавое и прельстительное время не следует доверяться сообщениям о каких-либо современных чудесах, чтобы не быть обманутым лжеучениями дьявола. Если кому хочется укрепить свою веру у Бога и познать силу Господню на примерах чудес, то надо для этого использовать повествование о тех чудесах, которые описаны в признанных церковью книгах. Предупреждая своих последователей беречься о лже-пророках, Христос говорит в Священном Евангелии, что они приходят к людям в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. Таково подлинное обличие не только всех лже-пророков, но и таких слуг дьявола, как, например, магов-целителей. Они объявляют людям, что лечат с помощью молитв. В рекламе одного экстрасенса сказано, что он лечит, соединяя Божью молитву, биоэнергию космоса и народные методы целительства. Эта же реклама завершается такими завлекательными для малообразованных в духовных вопросах верующих словами «Благослови нас, Господи!» Некоторые экстрасенсы просят на свои целительные сеансы принести свечу, купленную в храме, а то и направляют пациентов перед лечением в храм на богослужение и говорят, что они используют святую воду и тем самым окончательно обманывают людей, обращающихся к ним. На самом же деле они действуют сатанинской силой. В своей лечебной практике экстрасенсы используют заряженную их биополем воду, хлеб, соль и другие продукты, а люди, принимая их внутрь, не задумываются над тем, что употребляют, а не заколдованные вещества. Христианину никак нельзя обращаться за целительством с целью познания себя к представителям тибетской школы «Бессмертие», где преподаются такие уроки, как экстрасенсорика, гипноз, магия, астрономия, астрологическое искусство, обольщение и другие подобные предметы. Сейчас получили широкое распространение талисманы, обереги от сглаза и порчи, амулеты, приворотные камни, кодировки, опьянство и курение и другое в этом плане. Все это самое настоящее колдовство. Колдуны, скрывая от людей свою связь с нечистой силой, говорят, что их магические способности – умение управлять биоэнергетической информацией. В центральной печати можно встретить наставления для миллионов читателей, что знания магии не приносят вреда людям. Наоборот, изучение оккультизма воспитывает человеки волю, учит преодолевать жизненные преграды, заставляет серьезно заняться своим организмом, здоровьем. Однако такие наставления находятся в полном противоречии с христианским воззрением на оккультизм. Человеку, знающему священное писание, нетрудно понять, почему ныне расплодились лже-пророки и лже-учителя. В Слове Божием сказано, «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отратят слух и обратятся к басням. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. У вас будут лже-учителя, которые введут пагубные ереси, и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении, и из любостяжания будут улавливать вас льстивыми словами. Суд им давно готов, а погибель их не дремлет». Апостол Петр Священное писание предостерегает всех христиан о лже-пророках. Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лже-пророков появилось в мире. Евангелие от Иоанна Теперь зададимся вопросом, почему появляются лже-пророки и лже-учителя? Это объясняется тем, что есть немало людей, которые подвергаются духовному обольщению по причине гордости и желают найти другой, как они думают, более короткий путь к достижению святости и спасения. Вторая причина существования многих лже-учений в религиозных вопросах – это рассуждение о догматах или других вероучительных истинах, произвольно, по своему усмотрению. И здесь тоже проявляется человеческая гордость, ложная надежда на большие способности своего разума. Когда человек занят толкованием священного писания, то сам не ведет христианский образ жизни, не борется со своими страстями и похотями, не совершает покаяния, не пребывает в постоянном молитвенном общении с Господом, такой человек непременно извратит хотя бы в чем-нибудь истину христианскую. Дьявол всегда ищет людей, через которых можно сеять ереси и заблуждения. И таковых он легко находит среди лиц, которые, приступая к научению в Слове Божием других людей, попадаются лишь на собственное суждение, стремятся к духовному мудрствованию, не очистив сердце от страстей. С каждым днем на земле будет появляться все больше и больше ложных пророков и учителей, и поэтому не представляется возможным быть в курсе всех особенностей их лжеучений. Да это и не поощрительно христианину. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, не преклоняйтесь под чужое ермо с неверными. Апостол Павел, послание к Коринфянам. Знание лжеучений чревато для многих людей такой опасностью, что они могут быть прельщены лжеучителями. Для избежания прельщения бесчисленными заблуждениями и ересями, царящими вокруг, надо постоянно углубляться в изучение Священного Писания, творения святых отцов и жить по заповедям Господним. Все лже-пророки и лже-учителя заявляют о себе, что только они обладают истинною, только им открыто особое видение свыше. Но о чем бы ни проповедовали современные лже-пророки, мы до самого скончания мира не должны ожидать никакого нового откровения. «Если бы даже мы, говорит святой апостол Павел, или ангел с неба стал благовествовать нам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». Послание к Галатам. Из книги «Дьявол и его нынешние лже-чудеса и лже-пророки». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!